Пора указать Гризусу на его место. Приветствую вас, друзья, с вами Верос, и здесь Гризус... Гризус хорошо раскачан уже, у него и стэк приличный. Ко мне роги есть. Так-то будет сложно. Безусловно, будет очень сложно. Воскресители Урсуна. Еще и город, не сказать. Хотя, может быть, если он пойдет основными силами отсюда, мы встретим вот тут небольшую группу. Какую-то часть можно, наверное, расстрелять, если отсюда. Но если он только поставит так. У него есть еще герои, это тоже опасная тема. Герои, камни-роги. Отряды куда опаснее, с одной стороны, но куда проще опрокидывать. С точки зрения морали их сломать намного проще. Их сломать намного проще. Он ставит героя здесь, с небольшим отрядом. Здесь артиллерия. И однозначно кто-то спрятан. Потому что, ну, симметрично, по-моему, поставил. Горгеру, я думаю, 100%. Еще у него наблары, да, умеют прятаться там точно. Основная армия идет как раз таки здесь. Попробовать все равно защитить этот фланг. Попробовать в любом случае дать им поддых. Но здесь пушки. В принципе, можно было бы, ну, пушки зайдут с фланга, и все. Пушки мы не сможем встретить. Пушки мы не сможем выбить раньше времени. С другой стороны, конечно, если мы поставим вот здесь прям оборону, пушки нам ничего не сделают. А пусть попробуют. А пусть попробуют, подойдут. Пусть что-то предпринимают, да, в этом плане. Ну, тут артиллерия зато развернется и будет бомбить нас сразу. Твою ж дивизию общения. Вот этот угол прям кажется идеальным, но он слишком мелкий. Тут армию всю не развернуть. И опыт сражения на этом месте у нас печальный. Так, ну, в принципе, с другой стороны давайте, наверное, этот угол использовать. Но только мы этот угол будем использовать пошире. Будем использовать его шире. Возможно, даже значительно шире. Ставим вот так. Отряды будут крутиться, вертеться здесь. Натиска не получится за счет изгиба у них. За счет изгиба натиска, я надеюсь, не получится. Стрелков. Ставим обязательно. Вы сейчас будете встречать ваш бронебойный выстрел. Хотя урон от выстрела у вас не бронебойный, к сожалению, так мелкая. Отчасти, да, пистолет все-таки. Там, скажем так, дуэльный пистолет вообще даже небольшую кольчужку мог не пробить. Или плотную одежду. Ну, у тебя одного пока так. Остальные отряды... Ну, опять этот вот край мешается. Вот таким вот образом тебе, наверное, чуть-чуть нужно плотнее встать, чтобы ты мог расстреливать. Баррикаду пока тут не ставим. С этой стороны будут бежать, но могут сразу и сюда. Кислив, не факт, что мы успеем перекинуть оборону. На этом фланге попробую тут их встретить. Отчасти можно и поставить вышку как раз. Можно было бы, если бы тут воткнуть кавалерию. Вот так. Воткнем кавалерию. Саргард. Давай. Отряд суда. Ты попытаешься, наверное, артиллерию отвлечь. Они будут сразу бомбить. Тебе нужно будет бегать. Очень шустро. Нужно будет начинать бегать. Прям. Спринт бомбический показать. Спринт бомбический. Так, а ты давай пытайся их тогда задерживать. Хотя этого, наверное, смысла и нет. Там сейчас один отряд будет расстреливать. Ну, погнали. Погнали, попробуем. В кого стреляешь? Да, в этот отряд. Пока заряжает только. Кавалерию добавка всему не видно, поэтому... Ух ты. Ух ты. А он выбрал целью более... Я бы сказал бы, даже правильный отряд. Да ты что-то... Дыло еще. Так, а это я предлагаю кидать на пушки, чтобы они как можно дольше шли. Прям максимально долго. Не успел, но они и сами промазали. В этот раз. Так, что у нас тут творится? Ждем, господа, ждем. Вроде бы какого-то успеха добиваемся. На этом фланге есть. Камни-рок, ну пусть, пусть будет цель сейчас твоя, Камни-рок. Здесь у нас еще перестрелка, но магии поможем. Камни-рок бежит еще и с этой стороны к нам. И как нам поступать? С какой стороны Камни-рок будет к нам бежать сейчас? Давайте, вы сюда. Вы попробуйте... Вот так вот встать. Ты выбегай. Ты тоже. На исходные позиции. Исходные позиции, твою ж дивизию. Ну давайте на Камни-роге. Сосредоточились. Камни-рок вроде бы прожимается. Вроде бы нормально его пробиваем. Кавалерия с артиллерией расправляется. Пушки идут еще. Пока что возятся. Возятся. Я надеюсь, будет долго возиться. Давайте скорее. Камни-рога нужно положить. У нас уже... ...новые... ...вырисовываются... ...гости. Расстреливаем сейчас. Не концентрируемся на Камни-роге. Расстреливаем более... ...мягкие цели. Более... ...податливые для стрелков. Камни-рога в принципе даже уже, можно сказать, сломали. Сейчас еще, если Гризуса получится сломать, будет шикарно. Сконцентрироваться теперь на Гризусе. Нормально, нормально, добили. Пока... ...переключал... ...один отряд нам теперь нужно будет бросать... ...думаю, на этот фланг. Артиллерию попробуем усилить. Ушел от заклинания, сейчас, смотрите. Отрядик. Выходим, выходим, выходим. Кавалерия пока свинцы-плюев там не достать. Вы с артой еще возитесь. Здесь мы, наверное, начнем пытаться замедлять. Так, все отряды. Один он там зацепил, хорошо, ладно. Плюсик он себе поставил. Кстати, баланс даже в нас сейчас верит. Сейчас в нас начинает даже верить баланс. А это очень хорошо. И Гризуса мы нагнули, считай. Так, кавалерия, чуть отойди. Отойди. Именно по тебе сейчас будут стрелять. Ты добивай пока. Я, наверное, даже кавалерию слишком рано подвел. Они оказались там под ударом. Вот теперь ключевое решение может быть. Что делать с вот этой группой? С одной стороны, ее можно выводить, да, уже. В чем проблема? С другой, может быть, этот фланг лучше бы сейчас поддержать. Ну, давайте попробуем совместить. Сейчас я выведу часть бойцов. А вот остальная часть будет здесь двигаться. Так, подожди. Ты не добил. Нам это надо. Железнобрюхов в расход. В расход их всех. Пока что не стреляю. Он, тем более, лечить начинает камнирога. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как хорошо пушки сейчас зашли с фланга. И это на самом деле... Отвратительнейший фактор. С другой стороны, здесь уже... Практически ничего не осталось от его сил. Эти подтянутся помочь. Вы уже... Я думаю, можете начинать расстреливать. Вы подтягиваетесь поближе. Подписывайтесь на мой канал. Хорсерайдерс! 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 так спасись у гноблара еще нашу кавалерию нахажут тут представляете там вообще бессмысленно пушкарей нет а гнобларов да на бларов значит здесь расстрелять так отлично героя сейчас уже убили баланс все больше в нашу сторону камнерога мы не трогаем по-прежнему хотя эту вышку можно переключить на камнерога все ваша цель теперь камнерог гноблары вот то что пушки легко так казалось бы от кавалерии отлетают и здесь гноблары ближнем бою не могут наказать у у у у у у у у все отлично пехота здесь их зацепила поэтому может и кавалерия подключаться и вы чё творите блин вы издеваетесь что ли вы их зацепили чтобы просто встать вот так вот и потерпеть когда они вас расстреляют да ну почему я развернусь хотел еще есть своих там заклинанием больше зацепил так ты преследует героя выбегом сюда победа то победы ну как так можно все они побежали шикарно и нам нужно бы пушкарей добить сейчас на самом деле так что мы попробуем их замедлять камни рога тоже добить но героя наверное все таки важнее поэтому его добиваем в первую очередь мы пытаемся свинцы блюдо так ну не все пошло идеально но сойдет принципе а граф отбили а граф разбили деньги заработали но вы убежали до первого победа вот здесь в городе против а граф на самом деле мы играя за окна сами это видели можно использовать углы поворот то есть отряды не могут нормальных порой преодолевать натиск у них ломается в любом случае даже у одиночных юнитов поэтому такую тему можем использовать многих уничтожили не сказать чтобы этой прям очень хорошая победа там мы достигли многих целей не здесь все таки кроме того что победить задача была еще и хорошечко их так уничтожить побольше то в идеале всех но хотя бы сейчас венцы плюев уничтожили камни рога всех так что у тебя ты тут с нашими дамы этим кошечку нанял себе тот отряд этот но самое интересное что и чтобы получить доступ нужно именно до нам построить аванпост где-то ну соответственно если они строят это такой стимул помогать союзнику не просто укрепить его позиции но еще и открыть доступ к его юнитам кровавая жатва изменчивая войска но это изменчивая мы должны разбить сейчас легко если они нападут но они не нападают они зачем-то еще и полу тут ответственный момент очень очень важный тут они начали сражаться восстание провинции зловещий лес союзник призывает войска оборона я думаю в этом регионе нормально из кулак что за чума нормально ничего страшного жар при распространении чумы победа над гризисом доход от торговли доход от всех построек поселение васаде я надеюсь мы с ними да героическая победа меня устраивает главное что он в этот раз всех добил это хорошо карак озор мы сняли восстание неизбежно восстание неизбежно восстание неизбежно за розину захватите оккупировать поселение но тут все таки поселение взял под свой контроль пор мы можем отправить как раз таки марата заняться этой ситуации да здесь опять же нурглит и со своей чумкой слабость опять же тут можем сразиться сейчас вот либо сразиться тут либо более сложный вопрос ну как пинуть более сложного сейчас решать поцелуй ледяной девы морозный щит так давай смертельный мороз как минимум против полководцев хорошо будет а подожди ты где а ну ты рядышком здесь можно давай восполнение потерь еще тоже перспективе если что служить служить помогать борис борис пошли пошли за следующей душой первого победа уфигеть сколько тут потерь нам предсказывают сражаемся хорошо я думаю потерь будет меньше но и серия сегодня продолжительная получится пушку сразу и бейте два отряда прям сразу отправляем домой если можно тему что сейчас придержать пока . не захватит невообразимая твердыня неприступная для всех кроме безумцев было бы ошибкой заявиться сюда без приглашения однако достаточно пробить оборону чтобы навлечь на себя гнев библиотекаря захватите кристалл знаний в лабиринте это позволит вам закрепиться и запастись всем необходимым для грядущей борьбы вам нужно захватить еще два кристалла чтобы одержать победу в битве обхитрите владыку перемен откажитесь играть роль его спектакле и уничтожьте всех кто встанет у вас на пути именно так и планируем поступить так ну давайте нельзя фазе размещения так пушка единственный момент сейчас я думаю еще пригодится пусть постреляет пушечка нам еще пригодится держаться господа ну и чё ты молчишь мы тебя для чего оставили что у нас приходится как тогда ну во разворачивайся сюда на борис тут вообще прорывается через своих отвратительно так отлично вперед медведи там остальные медведи уже займутся ну-ну-ну-ну-ну мишки давай 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 не тормозите остальное все не важно хотел я для сражения в этом царстве собрать побольше мишек но у нас не было выбора в этот раз у нас пока что не было варианты собрать побольше еще так значит с этим разобрались медведей думаю можно отправить встречать один фланг вот сюда ой 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 тут пропустили я думаю что за мутант какой-то это тут два медведя слиплись слиплись да и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тем временем вышки ломаются... На этом фланге у нас... Даже проблем особых нет... Можем разворачивать тебя сюда... Отверженный дзинчат... Продолжение следует... Продолжение следует... Все отлично... Все отлично... Эти мишки живы... Это шикарно... Эти мишки живы... Огневиков здесь встречаем... Ты возвышенного пока что пытайся уничтожить... Ну а ты... Ну давай... Мороз крепчал... Крепчал мороз... Продолжение следует... Продолжение следует... Там и подходят... Там и подходят новые силы... Нам сейчас стрелков прижать надо... Нам в любом случае нужно в первую очередь прижать стрелков сейчас... Ох огневик тут достает... Как раз... Мороз хорош... Мороз молодец... Два с двоих мы сюда... Пока еще возимся... Мы тут немножечко как с ограми поступим... Будем сейчас даже больше не на вышке... Надеяться... Объявить ортодоксию... Призванные отряды, которые нам не жалко... Борис Оршерс... Штарты айс... Боя-зарк... Матер-модер-лэнд... Борис Оршерс... Борис Оршерс... Борис Оршерс... Я живу снова... Чтобы они не слились... Несколько вышек еще в любом случае... Возводить нужно... Одно я лихтеб... Комбрейд Топ-да-бэр... Но в остальном... Когда появятся медведи, мы их будем звать... А они тут в подкреплении появятся... Борис Оршерс... Это точно... Борис Оршерс... Борис Оршерс... Борис Оршерс... так отлично эти распались все у сну медвежки конечно вы давайте отметим что вы и из основы все что потом не перепутать медведям тяжко сколько стоит призвать заново медведя 1777 красивая цифра красивая думаю есть смысл медведей отозвать отчасти на самом деле всех вот этих призывать нам кого-то еще распускать вот это точно в расход уходит его место займет медведь пару отрядов еще можно обычных и слить даже это уже другая тема давай двушку мы сюда бухаем пока что опасно восьмеру думаю лучше отозвать восьмеру лучше отозвать и к последней волне если чтоб призвать уже тут можно было бы пушку позвать крикунов расстреляется издалека их наказать на пушка сколько просит побольше даже дачи ох не медведи тут и оперный кардабалет а счетчик она набежал там на медведей счетчик бежит люто мишки нам их выкупать в любом случае нужно будет нормально в принципе счетчик он уменьшается до той суммы которую я надеюсь мы видели ранее сойдет там сойдет 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 ты не дотягиваешь ты еще не дотягиваешься ты чем-то сможешь закинуть них да ничего так вот и не сможет закинуть к ним чтобы они страдали мишки 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 ну ладно давай в любом случае тебя призывать накрывай попадай только попадай но первое попадание они в движении были ты так хорошо оформил выстрел первый вот смотри уже сразу несколько стоит похвалить сразу же машет а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Стрелки, стрелки, стрелочки Тебя проще телепортировать Тебе я тоже думаю Проще сейчас телепортировать Депортировать вас Маленько Ускоряемся Здесь мы их постараемся прижать Этими силами На этот фланг Сейчас будем кого-нибудь Призывать Ну плюс вышки там создавать Хотя здесь тоже вышка Я думаю Стоит раз Пехота нам сильно не нужна Медведи только На последнем этапе будут доступны Оооо А че это? Ты не успел восстановить? А Ну вот В каком они составе прибыли В таком они здесь и будут Полностью их Не получится точно Пом-пом-пом-пом-пом Обидно Легион Грифон Или стрелки Кого мы тебе призовем? Сейчас на помощь Давай Наверное Двух стрелков 850 Быстро Еще не Подсуетишь 850 850 850 850 850 850 850 850 Last 10 квартир 950 950 14 14 1 1 2 2 Все, ждем. Восполняем... Тебя, конечно, сливать, но не сразу же. Не в наглую же. Тебя так наказывать. За все, что тут происходит. Кавалерия. Тебя, кавалерия. Тебя, кавалерия. Кавалерия, кавалерия. На этом фланге у нас... ...есть проблемы. Давай, ладно, легион грифонов. Да, разберемся. Со всеми вопросами, которые тут у нас появляются. Еще и вторую группу перебросим. Давай, давай, кавалерия, ну. Ну, не тупи. Вот и все. А этот фланг мы тоже... ...защитили. Так, а ну-ка сюда. В принципе, сейчас вот сюда... ...можно морозец... ...закинуть. ...успела уже закинуть. Закинуть, а ну-ка отступить. Ковыляй, ковыляй, ковыляй. Ждем. Ждем. Этот фланг чистый. Этот фланг чистый. В принципе, можно разве только вас... ...развернуть тогда, в этом случае, вот сюда. И двошку уже выдвигать. Такими вот силами. Достаточно... ...просто, я бы сказал, еще и выдвинулись. Накрыть, уничтожить. Ладно. Просто сюда и все. В кавалерии ждет. Она даже спряталась. Она даже говорит, что ей ничего не угрожает. И вот этих вот ребят все-таки подлечить таким образом нельзя. К сожалению, систему не обманешь. То есть, возможно, их и сольем. То есть, возможно, их и сольем. Все, у тебя распались? Ну, точно. Ты будешь бежать к нам? Или это сейчас у тебя помутнение небольшое? Ну, скорее всего, небольшое помутнение. Однако, в любом случае, ставим вот сюда. Вас присоединяем к единице. Медленный гром! Переходим! Девушки! Базар марки! Переходим! Следите в росте! Это зацепляет нас! Ждем. Что по найму? Кавалерия нужна? нужна. Боеприпасы восстанавливаем. Как по методичке действуем. Хотя нет, подожди, подожди. Ты сюда, все правильно. Ты останешься на этом фланге. Торопиться нам некуда. Вагон времени. Боеприпасов? Ну, можно сказать, тоже вагончик. Вагонеточка есть. Боеприпасов? Ни тихо, порки шеф? Мови! Моута, кислород! Макин, fight! Компроузен сут! Дисла батюрс! просто активируем все бонусы все что есть курицу расстрелять вот они красавцы только своих не расстреливайте можете выдвигаться сразу дожил сюда властителя перемен но сейчас медведи забьют мы отдадим приказ борису мы отдадим приказ тебе и от него ничего не останется медведей замутаемся куда ты побежал пехоте что ли представляете он увидел цель более простую ну хорошо расти так попроще пушка участвовать бы хотя можно будет попробовать расстреливать боеприпасы сейчас ей подвести но выставляем оборону следующим образом стрельцы суда и сюда стрелки на эти фланги выставили и забыли пушка смотрит вот сюда где будет сражаться демон вас двоих перебрасываем конечно же на передовую это кавалерия остается тут это кавалерия отправляется вот сюда медведей даже сейчас данных на другую кнопку ставим их отводим чуть-чуть назад их место должны будут занять другие отряды вышку строим раз вышку здесь ставим 2 помогать сколько у нас тут вышек третья вышка ну давай третью вышку тоже поставим и призываем медведей обычных медведей сейчас даже не стихийного медведя в первую очередь а обычных которые отправляются на вот этот фланг еще медведь ждем с и приходит библиотека начинает ругаться что мы шумим отлично так 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 но пока он только сам явился сразу врубить паузу тут должны еще сейчас подтягиваться ой 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 он нашу красавицу сразу начинает цеплять представляете а библиотекарь то бабник оказывается прям же есть бабник так не бездельничаем замедляем его на всякий случай пушка тебе боеприпасы даны были по возможности ты работал все таки они спала ну и борис с кошечкой плюс пушка борис даже вон на халтуре нагло на самом деле а у кури джоско а а и и и и и и можем еще кого-то призвать еще медведя давай медведей много не бывает он иду отскочила упала уй солдатиком а вот это вот прием солдатиком хороший кстати сейчас красавица ты где а ну-ка сбегай вот сюда сейчас надо будет использовать наверное заклинами пора уже пора уже то что там подкрепление к ним идут со спины это все мелочи на площади у нас вообще проблем нет красавица пробиться не может через своих огневик так ладно вас вас тогда уведем сейчас огневик вверху а медведи нам нужны отлично отлично борис может участвовать в битве борис не вопрос какой мы дрель я собрали а ну и раз сейчас уже в принципе все ясно напоследок делаем следующим образом как говорится интрига пропала может быть уже и давно но мы залечим раны уже сейчас так это вся наша основная армия остальное можно даже не лечить так вышки раз вы остались стреляйте по колеснице остальные распадутся еще обязательно можно разве знаете что сделать наверное раз они так упрямо идут сюда подождать их всех отродья не факт что конечно же сбегут они должны будут дойти они должны будут сразиться ну а остальные будут уничтожены а 1 процент всего 1 у 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 Ну что, только отроди остались или все? Что с отродями-то случилось? Они развалились или нет? Да и ладно. Развалились и развалились. Девушки отдыхают. Медведи творят чудеса. Ну как зашли, так и вышли практически. Все-таки полностью упокоцанный отряд не захотели нам восстановить. Мы даже из призванных слили лишь один отряд кавалерии. Ну то, что призывается бросающих на убогие в принципе. Не беспокоишься насчет всего остального. Потери восполнить? Ну можно вон, смотрите, очень сильно. Давайте восполним. Орсен не живет. 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 Доминировать ему не суждено. В принципе, ты успел вернуться, портал сам закрыл, нормально. Воин, задание выполнено, вторую жизнь мы собрали. Да, принадлежали. Уже не принадлежат. Ну что, получается, смотрите, оракулов мы качнули. И, скорее всего, они уже не получат вторую, точнее, третью душу. И у нас конкуренты чумотворцы Нурбы, которые успели завоевать три души во всех трех раундах. Соответственно, если нам прервать их ритуал, ну, мы их прервем. Это будет нам подарком. А ну-ка, на ускорение мы можем снять осаду? Мы можем снять осаду. Давайте снимем ее. Правда, в нас могут не поверить сейчас исцелить несколько бойцов. На автобой. Я думаю. Скорее всего, так оно и будет. Ну, сейчас проверим. Подходи. Снимай осаду. Не, все-таки просто снимаем осаду и ждем следующего хода. Такой вот поход. Не сказать, чтобы отсутствие Бориса сказалось очень сильно и прям крайне негативно на результатах здесь. Нет? Нормально. Без него вполне неплохо еще держались. Без него еще мы молодцом. Ну, а тут, кстати, помощник двору нужна. Помощь. Рост. Это дипломатические отношения. Дисциплина плюс пять. Скорость. Может быть, ты что-то захотел? Сразу с нами дочка. Дружить нет? Ну, ладно, с гномами хотя бы союз подпишем. С гномами подпишем хотя бы союз, вдобавок ко всему. И атаманам. Что там у тебя? Поборник. Давай на стороне прогресса, на острие ты будешь. Порядок тут и так достаточно хороший. Ну, а на сегодня, в принципе, друзья мои, все. Мы вернулись со второй душой. Борис продолжает защищать свои территории. Ну, и будем завоевывать новые и возвращать старые. Всем добра. Пока.